МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. В округе за последние сутки вновь заболели коронавирусом 8 человек. В числе заболевших 6 жителей Наринмара и 2 жителей Красного. Выздоровели 11 человек, 2 умерли. Прием заявок для участия в электронном аукционе на выполнение работ по обустройству и содержанию зимней автодороги Наринмар-Усинк завершился 6 декабря. С победителем будет заключен государственный контракт. В округе продолжается убойная кампания. В настоящее время забито 18 тысяч голов оленей, что составляет более 40% от плана заготовительной кампании, в которой на сегодняшний день задействовано 9 оленеводческих хозяйств. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано еще 2 смертельных исхода от коронавируса. Заболели вновь 8 жителей округа. В числе заболевших 6 жителей Наринмара и 2 жителей Красного. Выздоровели 11 человек. В регионе зарегистрировано 82 летальных исхода от коронавируса за все время пандемии. В настоящее время на лечение с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 171 человек. Еще у двух пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 173 человека. Из них стационарное лечение получают 32 человека, амбулаторное – 141. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1 152 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Наринмаре запущена новая кислородная станция. Это стало возможным благодаря поручению губернатора округа Юрия Бездудного. Станцию смонтировали в короткие сроки. Объект позволит обеспечить пациентов ковидного отделения Ненецкой окружной больницы медицинским кислородом, изолировано от других отделений, и иметь значительный запас в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в округе. До установки станции медики завозили кислород в больницу баллонами самостоятельно. Теперь же он поступает в палаты медучреждения напрямую со станции. Чтобы его запустить, вам нужно будет нажать вот эту кнопку. Автоматический режим, который зеленым цветом. Поэтому смело нажимайте. Единственное, предупреждаю, будет немного громко. То есть вот эта станция, вот эта станция вырабатывает тысячу литров кислорода в одну минуту? Да, абсолютно верно. Как здорово. Можно нажать? Да, конечно, нажимайте. То есть теперь мы обеспечим кислородом всех, кто нуждается в кислородной поддержке? Да, я уверен в этом. Для самостоятельной подачи кислорода смонтирована газораспределительная сеть по зданию. От станции по фасаду идет труба с разветвлениями в каждую палату. Пандемия вообще испытывает нас на прочность. И людей, и технику. И еще два года тому назад мы не думали, что будет необходимость в таком объеме кислорода. Фактически каждый, кто столкнулся с ковидом и даже средней тяжести пациента, они уже нуждались в кислородной поддержке. И вот сегодня мы запустили эту станцию тысяча литров в одну минуту. 137 мест, 137 точек, это значит, что одномоментно 137 пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, смогут ее получить. Глава региона совместно с заведующей инфекционным отделением Любовью Балуцкой проверили, как обеспечен подвод кислорода к каждой палате. Как сообщили в медучреждении, новая кислородная станция проста в обращении и удобна. При необходимости к ней можно подключить аппараты ИВЛ. В режиме видеоконференц-связи глава региона обсудил ход убойной кампании с руководителем Департамента природных ресурсов ИПК и экологии Ненинского автономного округа. В настоящее время забито 18 тысяч голов оленей, что составляет более 40% от плана заготовительной кампании, в которой на сегодняшний день задействовано 9 оленеводческих хозяйств. По поручению губернатора в профильном департаменте проработан вопрос об увеличении закупок мясокомбинатом сырья ОСПК по гарантированным ценам. Эту задачу отработали только за прошлую неделю и дополнительно заключили с оленеводами контракт на 110 тонн закупаемого мяса. Планируем добить эту задачу. И весь департамент работает для того, чтобы найти источники сбыта для оленеводов мяса. Поэтому уже только за прошлую неделю добавили 110 тонн. И планируем до конца года выйти на уровень контрактации прошлого года. Может даже и перевыполнить, показать это. В округе установились действительно низкие температуры, которые способствуют ведению убойной кампании. И вот здесь я хотел бы обратить прежде всего и ваше внимание, и внимание вашего департамента. Не оленеводы для мясокомбината, а мясокомбинат для оленеводов. И все, что готовы поставить оленеводы на мясокомбинат, мясокомбинат обязан принять и переработать. А мы с вами должны дать субсидию на эту оленину. В этом смысл нашей с вами работает. Поэтому все мясо, которое готовы произвести, сдать оленеводы, мы должны принять, переработать. А если не можем переработать, значит помочь его сбыть. Глава региона поручил руководителю профильного ведомства докладывать о ходе убойной кампании в еженедельном режиме. Не стоять на месте. Для сотрудников Наринмарского мясокомбината провели мастер-класс по разделке и обвалке мяса оленя. В ходе прямой линии с коллегами из Финляндии местные специалисты познакомились с европейскими технологиями. Подробности в следующем сюжете. Так на практике отработали обвалку мяса на мясокомбинате. Первый этап работы, разумеется, приемка туши. Далее потрошение, свежевание и разделка. А перед этим на прямой линии с Финляндией проконсультировались по технологии разделки туши оленя. Сегодня проводится тоже одно из мероприятий в рамках проекта. Это обучение специалистов по разделке обвалки мяса. Значит, вот именно непосредственно разделки, той разделки, которая востребована для европейского рынка. Нужно понимать, что спрос на ту или иную продукцию в разных странах разный. Наша задача показать, как работают физические разделщики, какая продукция получается в ходе разделки и насколько она востребована на том рынке. Вот, в общем, задача сегодня поработать с разделщиками, чтобы они увидели лучшие практики, которые есть в Европе. Проект «Коларктик» поддерживает сотрудничество между Россией и скандинавскими странами по ряду отраслей. Это и экология, и сельское хозяйство, и образование, и социальные инициативы. В числе программ есть проект по развитию пищевого производства, в рамках которого проводятся мастер-классы. Основная цель – это создание таких производств в России и таких условий для производства, чтобы наша продукция была конкурентно способна, в том числе и на мировом рынке. В России данный проект охватывает Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эти два региона могут экспортировать мясо. К слову, Ямало-Ненецкий округ вывозит за пределы страны более 500 тонн в год. Также при поддержке «Коларктик» СПК «Путиль-Яча» в Ненецком автономном округе получил модуль по разделке оленины. По проекту «Коларктик» для СПК «Путиль-Яча» было приобретено оборудование и цех обвалки. Главная цель наша была это получить опыт по обвалке в Финляндии. Мы несколько раз туда уже выезжали, наши специалисты СПК «Путиль-Яча». И практически мы на сегодня уже получили первые уроки по обвалке оленей по правилам Евросоюза. Небольшое помещение было приобретено для упаковки и фасовки мяса в обваленном виде. Как отмечает эксперт проекта Татьяна Романенко, мясо, которое производится в Ненецком округе, обладает хорошими характеристиками. Специалистами был исследован рацион питания оленей и проведен анализ химического состава мяса. Мясо СПК «Путиль-Яча» представляет 23,8% белка, но оно ниже по жирности если сравнивать его с мясом бывшего опытного производства хозяйства и СПК «Колгуев». В теории СПК «Путиль-Яча» готовка к экспорту мяса оленя. Теперь необходимо пройти ряд соответствующих процедур, чтобы осуществить это на практике. Катерина Таебрей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В регионе открылся сезон зимних дорог. Вступил в силу приказ Департамента природных ресурсов экологии и АПК о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и лесотундровых зонах на территории Ненецкого автономного округа. Данный документ не распространяется на зимнике до Усинска и Тельвиске. С 3 декабря на территории региона разрешено движение транспорта по всем зимним дорогам в тундровой и лесотундровых зонах. Решение об открытии движения принято в связи с установлением устойчивого снежного покрова, защищающего целостность оленьих пастбищ. Документ профильного департамента опубликован на портале правовой информации и будет действовать до особого распоряжения ведомства. Что касается основного зимника Наринмар-Усинск, то он еще не обустроен. Накануне 6 декабря в централизованном стройзаказчике завершился прием заявок для участия в электронном аукционе на выполнение работ по обустройству и содержанию зимней автодороги. С победителем подрядной организации будет заключен годовой контракт. Протяженность зимника в текущем году сократится на 22 километра и составит 33 километра. Ширина проезжей части 6 метров, а ширина полотна зимней дороги 9 метров. Расчетная скорость движения от 30 до 50 километров в час. На крутых спусках и подъемах будет организовано дежурство бульдозеров. Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости через каждые 50 метров будут установлены вехи с светоотражающей пленкой. Также через каждые 15 километров будут расположены пункты по сбору мусора. В этом сезоне также будут организованы три дорожно-ремонтных пункта, в которых водители смогут отдохнуть и дождаться помощи в случае необходимости. В региональном парламенте на заседании постоянной комиссии по социальной политике обсудили реализацию программы в сфере здравоохранения. Государственная программа развития здравоохранения Ненинского округа включает в себя более 20 мероприятий, направленных на скоординированную политику в сфере охраны здоровья жителей региона. В этом году на эту программу предусмотрено финансирование за счет федерального и регионального бюджетов в размере 1 миллиарда 800 миллионов рублей. В настоящее время введены в эксплуатацию 12 новых блочно-модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов. Ведется прием пациентов в Учейском, Бугрино, Амдерме, Щелино, Чижи, Верхней Пеши, Волоковой, Варнике, Андиге, Хангурее, Лабужском и Каменке. В государственной программе предусмотрена консультации и медицинской реабилитации в окружные и другие медицинские организации на территории страны. В этом году обработано 4309 заявлений и оплачен проезд на сумму 76 миллионов рублей. Беременным женщинам из сел предоставляется возможность бесплатно приезжать в окружные медицинские организации на обследование. На эти цели направлено порядка 3 миллионов. В рамках мероприятий по охране здоровья матери и ребенка за 2021 год проведено 362 исследования по неонатальному скринингу. Представлены витаминно-материальные комплексы для беременных женщин и кормящих матерей. Дети до трех лет получают полноценное питание смеси, сухие каши, молоко и кефир. Двум фельдшерам и двум врачам, приехавшим на работу в медицинские организации города и поселка Искателей, выплачены компенсационные выплаты по 500 тысяч рублей. Еще двум фельдшерам и двум врачам, приехавшим работать в сельские населенные пункты, выплачены по 1 миллиону рублей. На территории округа оказывается экстренная медицинская помощь проживающим в труднодоступных районах округа, в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем. В этом году осуществлено 93 вылета. Кроме того, ежегодно реализуется медико-социальный проект «Красный чум». Финансирование осуществляется за счет финансовых средств окружного бюджета и нефтяных компаний. В медицинской бригаде 11 врачей разных специальностей. В 2021 году с 3 по 13 декабря медицинское обследование получат жители поселка Каратайка. В ходе обсуждения проблем в сфере окружного здравоохранения депутаты собрания Ненецкого округа выработали ряд рекомендаций в адрес государственных исполнительных органов. По итогам заседания постоянной комиссии рекомендовала Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты обратить внимание на то, чтобы все усилия медицинского сообщества были направлены на преодоление заражения коронавирусной инфекцией в регионе. При этом есть категория наших жителей, которые нуждаются в особом внимании. Нужно заниматься лечением постковидного синдрома. Также необходимо обратить внимание на сердечно-сосудистые заболевания. Недостаточно у нас финансируется мероприятие по профилактике онкологических заболеваний. Печально, но с каждым годом эта статистика увеличивается. Существует хорошая практика, когда специалисты из крупных медицинских центров проводят обследование в Ненецком округе, напомнила председатель комиссии. Хочется отметить, чтобы эти осмотры проводились регулярно. Рекомендовали администрацию округа при распределении служебного жилья в первую очередь предоставлять квартиры врачам узких специальностей, которые необходимы округу, а также медицинскому персоналу. У нас также наблюдается нехватка не только врачей, но и медицинского персонала. По-прежнему остается открытый вопрос строительства инфекционной больницы и пристройки Книнской окружной больницы. Мы запланировали подготовить обращение в правительство Российской Федерации с просьбой оказать содействие в решении этих вопросов. Надеюсь, что мы будем услышаны. У жителей региона, переболевших новой коронавирусной инфекцией, есть возможность пройти углубленную диспансеризацию, чтобы посмотреть, как сильно повлиял COVID-19 на организм и есть ли какие-либо отклонения от нормы. Подробности в следующем сюжете. Углубленную диспансеризацию можно пройти через два месяца после выздоровления от коронавируса. Записаться на диспансеризацию можно по номеру телефона 2103, через портал госуслуги или через своего терапевта. Причем пациенты, у которых нет официального подтверждения перенесенного COVID-19, но по анализу антител видно, что в организме был коронавирус, могут написать заявление на имя главного врача и также пройти углубленную диспансеризацию. Углубленная диспансеризация в первый этап это мы делаем у нас в кабинете. Далее мы отправляем пациента на обследование, которое включает в себя общий анализ крови, расширенная биохимия. Далее пациент отправляется на рентген легких и спирометрию. Те, кто перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, дополнительно сдают кровь на додимер, показатель тромбообразования, а также тест шестиминутной ходьбы. После первого этапа диспансеризации пациент с ее результатами направляется к своему терапевту. Если у человека есть определенные показания, работают на второй этап диспансеризации. Второй этап у нас относится к КТ легких, УЗИ сосудов нижних конечностей и эхокардиография. Это УЗИ сердца. Например, если по результатам первого этапа мы выявляем у пациента сатурацию ниже 94 цифры, тогда пациента отправляем на КТ легких. Если при сдаче до демера результат больше в полтора-два раза, пациент отправляется на УЗИ сосудов нижних конечностей. Если сатурация меньше 94-х и есть жалобы на одышку и отеки, назначается УЗИ сердца. За пять месяцев существования углубленной диспансеризации ее прошли более 400 пациентов. Часть уже ее завершили. Другие с помощью медиков приводят свое здоровье в норму. Кабинет диспансеризации работает по будням с 8 утра до 6 вечера без перерыва, а также в субботу с 9 до 12 часов. Елизавета Кабанова Антон Водряков Телеканал Север На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok